Это Молдавия, мне так проще называть. Ситуация такая, что мне прислали фотографии своих работ. Парень с Молдавией. Ну, проблемой я потерял где-то почту эту, и не могу найти имя его. Ну, может, он потом даст ответ, и я впишу это в фильме. Значит, парень занялся лепкой. Вот смотрите, в Молдавии очень было развито украшать свои дома. То есть, ну, почему я знаю? Я служил около Молдавии. Это есть такая раздельная Одесская область. И вот смотрите, я же служил с молдаванами. У меня очень были хорошие друзья. Это Андрей Ларионов. Может, даже он увидит эти фильмы. А я вот так лечил молдаван. То есть, вот я уколы делал. Они жопу мне предоставляли. А мне надо было учиться колоть, потому что я скульптор. А уколы я не умел делать, а хотел. Понимаете? И вот все было у нас хорошо. Мы дружили. Вот мы так спортом занимались. И настолько мы сдружились, что я к ним в Молдавию поехал в гости. Они меня хорошо принимали. Ну, проблема в том, что надо было пить вино ведрами. Понимаете? А я не пьющий. Я вижу, что у меня кельдык будет. Ну, вот видите, такую я работу свою показал. То есть, это в память о Молдавии. Я сделал такой памятник. А вот у нас такой вот скульптор с Молдавии. Смотрите. Он с семейной. У него жена красавица. И он скульптор. И чем-то он там занимался. Ну, много пишут. Но я потерял папку с его. А найти невозможно. То есть, и вот он мне прислал, прислал вот такие свои работы. Ну, что он делает? Смотрите. Вот великолепный колодец. Это такой вот. Ну, в Молдавии это хороший бизнес. Сделать колодцы. Смотрите. Работа очень интересная. Ну, нет еще цоколя там. Ну, надо немножко повозиться. И будет хорошая работа. Я там в конце скинул эскизы по колодцам. И кое-какие работы. Так что, кто досмотрит, может будет и посмотреть на готовые работы от мастерской Колесниковой. То есть, смотрите. Вот это вот он дерево. Ведерочка. Смотрите. Он всякие ящички делает. И представляете, он потихонечку разрулит этот бизнес в Молдавии. Потому что там все красоту ценят и понимают. То есть, вот цемент недорогой. Вот, смотрите. Цветочники под бревна. Под какие-то там, будем говорить, цветочки. И это все можно как-то делать. Но все-таки надо переходить не в малые формы. А в какие-то заборы, дома. И тогда все пойдет. То есть, ну, есть начало. Есть желание. И это можно развивать. Вот, ну, начал с простого. Вот такие там бочечки. Там какие-то ведерочки. Мусорки. Ну, не важно, с чего начать. Важно это развивать. Вот, видите, уже и покраска пошла. То есть, и ковка здесь, и какое-то дерево. Ну, внизу надо было корешков побольше сделать. Ну, на начальном этапе тоже хорошо. Вот он куда-то в огород поставил. И такой пенечек. Он гармонично смотрит. Ну, не хватает там цветов. Надо расписывать. Ну, короче, надо делать. А вот ведерко шикарное. Смотрите, какой ведерко из бетона. Он уперся, захотел и сделал. То есть, смотрите, навыки есть. Аккуратненько все. Или, может, это более позже он делал. Ну, вот видите, попытки у него лица делать. И пень. Ну, не хватает цвета. Здесь два цвета. Черный и бежевый. А надо еще зеленый, красный. Там фиолетовый. И оно будет гораздо сочнее смотреться. Ну, опять, как можно взять и сразу стать делать. То есть, ну, важно желание. И это надо выходить. Это товар, хороший товар. Рядом там Европа. Они вообще в Европе ни хрена ничего не делают. Они только там живут. А вот много русских или там постсоветское распространство, которые художники, скульптора, которые могут делать хорошие работы. Ну, вот, будем говорить, фильм о таком начинающем мастере, который умудряется дома делать такие работы. Смотрите, вот это все понятное. Это кружка, в которой можно вино пить. Это все у них продумано. И это будет пользоваться спросом. Вот такой кружка, вот видите, маленькая кружка. Ну, я знаю, что такое молдавское вино. То есть, это мрак. То есть, это ведрами надо пить там. И потом мозги не работают. Это я запомнил. Ну, очень. Вот видите, это каркасы гриба. Вот так он их делал. Смотрите, эти сеточки. Он сложнейший фундамент. Ну, это можно было с бетона делать. Он его выгнал с профиля и выварил. Вот видите, вот такой вот грибочек у него пошел. Это лисичка, наверное, называется. Понимаете, лисичка. Мальчик-лисичка. Ну, вот, с этого можно начинать. И, видя, там он хитро такой цветочник сделал. Специальный бортик поднял. Наверное, там земля будет. Ну, свои какие-то у него взгляды на фундаменты. И понять, а вот это вот шикарная работа. Смотрите, девочкам ходить на рынок с такой кошелкой. Или как я там, ну, с таким, будем говорить, сумочкой. Это можно туда прийти. Представьте, всех жаба задать. Ну, наверное, весит килограмм тридцать. Это надо быть очень сильным. Или колесики приделать. Ну, вот, а работа шикарная. Ну, вот, что хотел вам показать. А этот мастерской колесник. Смотрите, хотите деньги зарабатывать? Делайте туалеты. Вот, смотрите, хороший молдавский туалет. Только, что он в туалет не идет-то? Сикает за пеньком. Ну, вот, опять, эта работа, которую я делал. У себя там есть барбахус. Ну, все-таки я вспомнил Молдавию. Как я там хорошо пил и гулял. Очень, ну, есть, что вспомнить. А это вот вам эскизы, какие можно сделать колодцы. Ну, что-то там немного эскизов. Ну, я что-то два нашел, а два от тех не нахожу. Вот, смотрите. Вот такой вот можно сделать. А этот дом, молдавский дом. Представляете, бомба. Просто шикарный. Такой маленький мини-домик. Он просто легко делается. Можно пенопластовые стены делать. Можно там, ну, любые. Сейчас куча утеплителей. У меня есть фильм, как это делается. Вот, смотрите, тоже туалет. Ну, он какой-то средневековый. Но, опять, все равно кто-то углы обсыкает, даже если есть туалет. Это эскизики. А это шикарная беседка, дом, гостевой дом. Смотрите, специально под Молдавию я рисовал. У меня был заказ там. Мы приглашали меня в Кишинев, там один заказчик. Вот, смотрите, камины. Тоже коммерческий проект. Это можно развивать. Это несложно. Просто надо делать. И будут хорошие деньги платить. Каждый в нормальном доме захочет иметь такой камин. А это, вот, смотрите, самовар. Пенек-самовар. И только сейчас разобрался. Представляете, какая шикарная работа в пенек-самовар. А это вот вам от Юрия Спиридонова, мой друг, делает вот такие колодцы. Мне не повезло что-то, нет, я, в принципе, делал только не колодцы, а скважины под колодцы. А вот человек делал колодец. Смотрите, просто произведение искусства. Ну, понятно, что он больше, как посмотреть на него. Там есть насосы, есть, это богатые люди. Подмосковье. Вот заборы. Заборы тоже коммерческий проект. Вот такие заборы можно нормально делать в Молдавии. Зарабатывать хорошие деньги. Спасибо.